Я один раз уже обращалась, очень хорошо здесь, ну и аппаратура хорошая, и принимают очень хорошо. В лесосибирск прибыл поезд здоровья. Данное сооружение это у нас сваи, подпорки, которые не дают упасть второму этажу на первом этаже. В селе Екатериновка Идринского района школа находится в аварийном состоянии. Как местные власти собираются решать проблему? Предусмотрены работы по содержанию ледовой переправы, также будем наращивать лед. В Новоселовском районе открыли ледовую переправу через Красноярское водохранилище. Поезд здоровья «Светитель Лука» прибыл в лесосибирск. Это уже восьмой визит поликлиники на колесах в этот город. В 15 вагонах разместились стоматологический и эндоскопический кабинеты, ультразвуковая, функциональная и лабораторная диагностика. В этом году установлен новый цифровой маммограф и рентгенограф. Среди горожан услуги поезда здоровья традиционно очень востребованы. Я обследование Красноярский прошел, но сказали, по месту жительства кардиологу попасть надо. А я не могу попасть. Я один раз уже обращалась, очень хорошо здесь, ну и аппаратура хорошая, и принимают очень хорошо. Все-таки можно попасть, а у нас не попадешь. Большое спасибо, кто это так сделал. Прием пациентов ведут 17 врачей различных специализаций Красноярской дорожной клинической больницы. За время работы передвижной поликлиники их труд получил множество положительных отзывов. В прошлом году в ноябре у нас поезд получил награду за труд в экстремальных условиях. Как раз было много отзывов про специалистов на сибирском медицинском портале. Ну и, соответственно, очень такая приятная, заслуженная награда. Специалисты принимают до 150 человек в день. Здесь можно пройти все обследования, получить консультацию врачей и при необходимости направление для дальнейшего лечения в городских клиниках. В отдаленных совсем, где не было диспансерного осмотра детей, приходят иногда вот просто в большом количестве дети для профилактического осмотра. То есть, начиная от анализов до узких специалистов и все мы смотрим. Ну и заболеваниями тоже со всякими приходят дети. В составе поезда также курсирует храм равноапостольной великой княгини Ольги, где помимо богослужений проводят и обряд крещения. Запись к специалистам начинается в 7 утра в день приема. Обслуживание пациентов ведется бесплатно при наличии паспорта и медицинского полиса. Завтра поезд отправится в Малую Кеть. Давняя мечта жителей села Турово накануне нового 2016 года сбылась. За кричащие сроки в центре села построили водонапорную башню. Инициаторами установки башни в селе выступили бывшая глава Туровского сельсовета Замостианская Августа Григорьевна и депутат районного совета Ковалев Николай Сергеевич. Сегодня действительно поистине радостный и важный день для нас. Этого дня мы ждали долго-долго, так как проблема водоснабжения у нас на селе стояла очень остро. И казалось, что мы ее не разрешим никогда. Уже была потеряна всякая вера, надежда. Очень большую работу проделала администрация района, с помощью которой воздвижение водонапорной башни значительно ускорилось. Ну что, уважаемые туровцы, разрешите вас поздравить. Действительно, это у вас праздник. Я думаю, на этом не остановится, что водокачка выстроена. Наверное, вы уже подумываете, чтобы ее провести, водичку круглогодичную в каждый дом. Вот, это еще, это еще, наверное, будет. Ну, это правильно. Жизнь продолжается, и мы хотим жить в нормальном, цивилизованном виде. Да, будем так? Капитальный ремонт водонапорной башни в селе Турово Абонского района проведен за счет средств краевого и местного бюджета в рамках подпрограммы модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края. В перспективе появилась возможность около 300 жителей села обеспечить централизованным водоснабжением. В селе Екатериновка Идвинского района школа находится в аварийном состоянии. Двухэтажное деревянное здание 60-х годов постройки порядком обветшало. 30-ти градусные морозы добавили проблем. В классах низкие температуры водопровод перемерз. В некоторых помещениях на полу ледяная корка. Данное сооружение – это у нас сваи, подкорки, которые не дают упасть второму этажу на первом. Это здание 59-го года постройки. Капитального ремонта здесь не было ни разу. На первом этаже повсюду деревянные подпорки. Надежда Якунина исполняет обязанности директора школы. Признается, щели в полу закрыты ДВП. Дыры в стенах зашиты гипсокартоном. Водопровод перемерз. В некоторых кабинетах ледяные сосульки не оттаивают до марта. Сегодня в Екатериненской школе учится около 50 человек. Классов для обучения не хватает. Да и учителя побаиваются. Такого количества детей здание может просто не выдержать. В связи с этим пришлось начальное звено перевести в другое здание. У нас несколько зданий. Это здание основной школы. У нас есть отдельное здание начальной школы, где обучаются учащиеся с 1 по 4 класс. Отдельно у нас есть здание спортзал и мастерская. Они тоже у нас через переходы. Мы проходим. То есть они не в здании находятся. Дальше у нас есть отдельная столовая. Тоже переход через дорогу. То есть примерно минут 5-10 ходьбы идем, строим, строимся. Спортивный зал находится в 100 метрах от школы в обычном деревянном доме 5 на 9. Школьники говорят, поиграть в волейбол или баскетбол невозможно. Низкие потолки и недостаточно места. К тому же и звездка осыпается. Спортзал у нас, как сказать, он небольшой. Там разбежаться сильно никак. Но когда у нас бывает класс большой, то сюда же иногда не помещаются. То есть мало места. Ну и холодно бывает, когда посередине зимы, что холодно на улице. Там тоже низкая температура. Спортзал – это приспособленное помещение, старое, в нем очень холодно. Вчера было минус 8, сегодня с утра было минус 5. Пол вчера практически не мыли, только подметаем, потому что вода сразу замерзает и получается катушка. Пока основное здание школы аварийным не признано. Местные власти говорят, это заслуга сотрудников учебного заведения. Каждый год проводится косметический ремонт своими силами. Шесть лет назад перекрыли крышу, чтобы дождь не мешал учебному процессу. Ветхим зданиям не признавал никто ее, не пытался признать, по крайней мере. По сампинам, естественно, санитарные службы идут навстречу. И коллектив учителей, всех работников школы ежегодно проводит этот ремонт косметический. Только за счет этого школа на данный момент существует. Районные власти от решения проблемы не отказываются. Наоборот, планируют уже в этом году начать капитальный ремонт. В лучшем случае строительство новой школы для сельских детей. Вопросом ремонта Екатерининской школы мы занимаемся, планируем в этом году подготовить весь пакет документов. Занимается этим управление образованием. И получить финансирование на решение всех вопросов, связанных с техническим состоянием данной школы. В ближайшее время районные власти должны определить степень изношенности здания и объема ремонта. Более того, за несколько лет планируют привести в рабочее состояние еще несколько школ в отдаленных селах Идринского района. Решение открыть ледовую дорогу от Новоселова до пристани Улаза было принято на основании акта обследования льда, которое было произведено 13 января этого года. В ходе комиссионной проверки состояние ледового покрытия было сделано около 20 замеров. От 30 сантиметров и выше при такой толщине льда разрешается движение транспорта, вес которого не превышает 2 тонн. Кроме того, ледовая переправа будет осуществляться и посредством катера на воздушной подушке «Арктика-2Д», который будет перевозить пассажиров в течение всей зимы. Отраслевые дорожные нормы по ледовым переправам запрещают перевозку групп людей. То есть нам нельзя перевозить их на любом другом транспорте автомобильном, только судно на воздушной подушке подходит под эти цели. Поэтому все то же самое, как в прошлом году, параллельно с ледовой переправой будет работать катер. За обслуживание ледовой переправы, так же, как и в прошлом году, будет отвечать новоселовский филиал Балактинского межрайонного отдела Крудур. Только в течение этого месяца на обустройство подготовки к эксплуатации переправы дорожная служба потратит порядка 6,5 миллионов рублей. Предусмотрены работы по содержанию ледовой переправы. Также будем наращивать лед, усиливать тоннаж, грузоподъемность. Ну и обслуживание, то есть очистка проезжей части для беспрепятственного проезда, а также съезды, подсыпка. То есть весь комплекс мероприятий по содержанию, которые предусмотрены у нас в контракте. Устойчивая морозная погода, которая установилась в нашем регионе с начала этого года, по прогнозам синоптиков, продлится до конца января. Несмотря на снежное покрытие, лед нарастает достаточно активно. Поэтому, возможно, уже в ближайшее время, после очередного обследования льда, будет разрешено движение транспорта большей массой. Собака – друг человека. А полицейская собака еще и сослуживец. О том, как люди и животные выполняют одно дело, узнали студенты медицинского техникума. В рамках акции «Студенческий десант» они смогли пообщаться с полицейским кинологом и его псом, немецкой овчаркой Белис. Очень понравилось. Мы посмотрели, как ведет себя собака. Удивило то, что она действительно спокойно находится, даже при таком большом количестве людей. Выполняет с легкостью команду, слушается своего кинолога. И вообще веселая собака. Служебная собака действительно произвела впечатление на девушек. Благодаря своей подготовке она отлично ладит с людьми, не проявляет никакой агрессии и четко выполняет команды кинолога Сергея Нестеренко. Но такие команды для пса естественные цветочки. Ее основная задача – поиск взрывчатых веществ. И с этим она тоже справляется хорошо. Участники десанта убедились в этом на личном примере. На поиск спрятанного ими образца у животного ушло около пяти секунд. Пока я его надену. Может, пока не ссор. Собака обозначила усадка. Хорошо. Хорошо. Покажи. Хорошо. После того, как собака нашла так называемую закладку, с ней рекомендуют поиграть, дабы поощрить за хорошо выполненную работу. Однако то, что хорошо собаке, человеку дается непросто. Для студентов знакомство с деятельностью кинологической службы – это лишь часть проекта. До 24 января они изнутри увидят работу полицейских психологов, госавтоинспекторов, участковых уполномоченных и ряда других сотрудников. А завершится студенческий десант по уже сложившейся традиции товарищеским матчам по волейболу среди участников акции и сотрудников полиции. Редактор субтитров А.Семкин